улья друзья ведьмак 3 дикая охота снова продолжаем эту прекрасную игру мы поймали остров прямали остров мы приехали на остров нашли семерых гномов и они нам говорят что с цири что-то не так сейчас будем решать вопросы так отойдите с дороги она холодная и не дышит мы ничего не могли сделать подождем у лодки то есть вам не страшно идти уже да но они все вместе так а где хрустальный гроб темно там так прикинь с трупаком сидеть все это время если они думают что на труп что с ее вещами и Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! А что вернулась тогда? Добро пожаловать в Казахстан! 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 Казахстан! Но вместо убежищ Авалакха Вывалилась посреди кривоуховых топий… Я едва сбежал от ведьм. Потом был барон. А ты знаешь что он взял меня на охоту И что я убила кабана мечом? Слышал. В общем, это вышло случайно… Мне вообще не хотелось ехать на эту охоту, Но лупо было отказываться Я не взяла никакого подходящего оружия, потому что не собиралась им пользоваться. Я просто ходила по лесу, дышала свежим воздухом и вдруг услыхала странный звук. На тебя напал кабан? Угу. Здоровый как тур. И бросился прямо на меня. А у меня был только меч. Ты отлично справилась. Люди барона до сих пор вспоминают. Они простые солдаты. Я с ними хорошо ладила. Жалко, что пришлось оттуда бежать. Но я не хотела натравить на них дикую охоту. Потом я знала, что проклятие набирает силу. Поэтому вместо того, чтобы искать Авалак, решила найти тебя и Йен. А как вышло, что ты попала к ублюдку-младшему? Я не могла вас найти, а мне надо было починить филактерий. Обычные ремесленники мне бы не помогли. Тут был нужен очень сильный чародей. Лютик посчитал делом чести помочь мне. Организовал встречу с каким-то чародеем. Но оказалось, что это ловушка храмовой стражи. Он мне ничего об этом не рассказывал. Наверное, не хотел тебя расстраивать. Потом мы узнали, что стражи постоянно устраивают такие провокации, чтобы поймать тех, кто сотрудничает с чародеями. Стало понятно, что придется искать другой способ. Тогда Лютик сказал, что в Новиграде есть человек, который может больше других. И что наверняка у него есть и выход на кого-то, кто починит филактерий. Ублюдок-младший. Угу. У меня было подозрение, что это не лучший замысел, но я была в отчаянии. У меня просто не было выбора. Предчувствие тебя не обмануло. Вы нашли не лучшего союзника. Этот Дубина, ублюдок-младший, вбил себе в голову, что мы его обманули, и похитил Дуду. А вы его отбили и бежали на храмовый остров. Отличный план. Да не было у нас плана. Мы просто помчались, куда глаза глядят. Я даже не заметила, что стражники загоняют меня в ловушку. Просто в какой-то момент я поняла, что должна исчезнуть. Немедленно. И перенеслась на Скеллиги. Побережье Хендросфьяля было первым приятным местом, которое пришло мне в голову. Когда-то мы плавали там с Хелмором. То есть ты случайно там оказался? Я думал, вы условились встретиться там с Аваладхом. Нет. Он просто почувствовал, что я использовала силу. По тому же принципу Иридин может чувствовать, где я. Впрочем, именно поэтому он вскоре появился там со своими всадниками. И снова все понеслось очень быстро. Лафотен, нападение охоты, побег. А потом все, что я помню, это сны. Что снилось? Что тебе снилось? Потому что у меня последнее время были одни кошмары. У меня по большей части тоже. В одном из них тебя подкарауливал монстр, который вырос из мертворожденного ребенка. Это ужасно. Но были и милые вещи. Например, мы сидели у огня, пили хорошее вино, а вокруг танцевали и смеялись люди. Это и правда гораздо приятнее. Но все все равно заканчивалось в какой-то башне. Что бы мне ни снилось, в конце я все равно входила в башню. Знаешь эту башню? Знаешь, где она? Не знаю. Мне кажется, нет, но с другой стороны было в ней что-то знакомое и поразительное. Она была суровая и мертвая, но я чувствовала, что должна войти внутрь. И ты вошла? Нет. Всегда все заканчивалось поисками входа. А в последний раз вместо башни я увидела твою седую голову. Если бы не этот шрам над глазом, я бы подумала, что это все еще сон. Я боялся, что ты умерла. Я встретил здесь краснолюдов, которые пытались тебя будить. Они говорили, что ты ледяная и не дышишь. А все-таки ты пришел. Ну, кто станет слушать краснолюда? Кстати, они, должно быть, уже заждались. Надо идти. На берегу ждет лодка. Потом поедем в Каэрморхен верхом. Верно. Лучше путешествовать общепринятым способом. Хотя через портал было бы быстрее. Это моментально привлечет Эридина. Лучше не рисковать. Еще Геральту тошнит в порталах. А этого я терпеть не могу порталов. Вот и цири. Как приятно их слушать, да? Да. Они такие милашки. Сука. Они уплыли? Не дождались. Слушай, надо что-нибудь придумать. Вплавь. О, нет. Добрый вечер. Не доплыли мы до Каэрморхена. Собери нас отсюда. Они узнают, где мы. Они найдут меня. Они уже нашли. Собери нас домой. Это было эффективно. И эффектно. Да. Эффективно и эффектно. Вот в сути я. Везде находит. Ух ты, какая красивая лошадь. Охрененная. Угу. Похоже на демоническую. Такие глаза. Карие. Денифер, хватит потолок протопчешь. Все. Да, 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 да. Привет, маленькая. Цири! Как же ты похорошела. Что стоять? Пойдем поздороваемся со всеми. Понятно. Вы ничуть не изменились. Все. Такими я вас и запомнила. Ну, э-э. Потому что они немножко не люди уже. Это точно. Что? Что? О, боже! Сестричка! Моя девочка. Она здесь! Ага, и Трис такая. Сука. Целуешься, значит, с Геральтом. Пошла в жопу. Должны быть все, кого мы позвали. Все, кого ты просил о помощи, уже здесь. А Валак отдыхает в башне. Ему все еще плохо. Нечего тут стоять. Заходите. Вот это серия, это просто класс. Серия на улыбу давим. Это сейчас класс. Ха-ха-ха! Так, рад вас снова видеть. У нас не слишком много времени, вот-вот появится дикая охота. Может, я оставлю вас на минутку? Да как хочешь, успокойся. Только рыжий волос убери, пожалуйста. Почему? Вы наверняка соскучились. А лишняя минута ничего не изменит. Нет, лучше пойдем сразу. Нас уже ждут. Вообще-то да. Дело пахнет киросином. Я рад тебя видеть. Кто это? Хальма. О, Хелмар его. А что взять? Его лучник. Что взять? А, инсайд. Она что ты рассказываешь? Зай послушай. Да. Нас слишком мало. Это будет тяжелый бой. Ты нашел ее? Ха-ха-ха! Сказали, что за ней гонится дикая охота. И что у нас могут быть непрошеные гости. Это точно чувачок. Это правда. Анаир. Анадар. Мыша бог. Ха-ха-ха. Какой ты хренью страдает. Ну ладно. Старый маразматино. Одно из нас герок. Мы не позвали бы разобрать. Ооо. Ему выделили строчку внизу. Здравствуй, Волк. Спрятался там. А, привет. Уродец. Чего? Все не так. Все не так. Плохо. Вон эта дверь. Так, кто-то еще друг. Табон там справа. Ты кто? Роше. Роше и его девушка. Бьянка, Бьянка. Помню, помню такую. Эммм. Все так. Ряда. Знаешь, эта Бьянка, мне кажется, несколько глупой. Точно безрассудная баба. Нет, глупая. Именно глупая. Что там? Покажи. Ух ты. Привет. Кейромет. Если мне сегодня суждено умереть, я хоть выглядеть буду хорошо. Моя девочка. Ну что? Война. Собирай всех. Начнем совет. Командует уже. Все, всемир. Теперь ты не авторитет. Да ладно. Выполняешь наши приказы. Эть, эть. Тебя кошка лапой трогает. Как мило. Как ты будешь делать, что смотреть в глаза своей, Яннифер? А в чем проблема? Кейра. Туда. Трис туда. Всех отымел. Да? Спасибо, что вы здесь. Ой. Дикая охота может появиться в любую минуту. Они придут за Цири, но мы их остановим. С чего ты вообще взял, что охота появится? Они всегда знают, куда я телепортируюсь. И могут моментально переноситься с места на место. И какой у нас план? Мы должны взять инициативу. А что значит каждый получит свои задания? Король охоты абсолютно уверен в себе. Он захочет повергнуть нас одним мощным натиском. Если мы перехватим инициативу, то спутаем его планы. Я создам над крепостью магический барьер. Смешаю их порядки и заставлю приземлиться в лесу. Если они рассеются по лесу, можно устроить охоту на маленькие губки. Ну вот, у нас уже есть первый доброволец на вылазку. Я второй. Всадники попытаются проникнуть за стены через порталы навигаторов. Поэтому ваша задача во время вылазки найти и закрыть как можно больше проходов. Ламберт приготовит нам две меритовые бомбы. И моржа. 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 Отлично. Знак пирден тоже должен действовать на порталы. Кроме того, я дам вам по амулету. Разломав такой амулет, вы станете невидимы. По крайней мере пока стоите или не делаете резких движений. То есть вы сможете тихо подойти к врагу, но в бою вас сразу увидят. Кроме того, вас можно будет почуять или услышать. Так что если нарветесь на большой отряд, не нападайте. Дайте сигнал Трикс, и она вам поможет. Я буду следить за вами. Как только дадите мне знак, я обрушу на лес огненный дождь. Это все что ты умеешь? Огнем плеваться? А что с Цири делать? Мы должны действовать вместе. Самое главное для нас Цири, это за ней гонятся всадники. И мы должны защищать ее любой ценой. Что делать мне? Ты останешься в крепости. Если они прорвутся внутрь, мы все придем к тебе на помощь. И речи быть не может. Я сумею о себе позаботиться. Никто в этом не сомневается. Но ты помнишь, что самое важное в охоте на чудовищ. Выждать удобный момент. Потом я дам тебе амулет. Используй его, и на место где ты стоишь упадет огненный шар. Это так, на всякий случай. Мы должны действовать вместе. Помните, что нас мало, и мы должны помогать друг другу. А где мы шагу, покажите его. Если что-то пойдет на тактике, охота загонит нас в уголке, нам придется отступить к воротам крепости. Внутренний двор, последняя линия обороны. Если не остановим их, здесь все кончено. Так. Что еще у нас в запасе? Раз вы собрались поохотиться в лесу, я бы мог приготовить волчьи ямы, как у синих полосок. Это как? Чертовски глубокий, одно уставлено острыми кольнями. Вы успеете? Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Так. И что? Допустим. Кому нужна лаборатория? Я уже начал готовить эликсиры. Хотелось бы закончить работу. Я мог бы наделать больше ведьмачьих ловушек, но мне понадобится все оборудование в лаборатории. Эликсиры или ловушки? Э-э-э, давайте эликсиры. Э-э-э. Мы всегда полагались на эликсиры. Надо сварить их как можно больше. Весемер опыт. Теперь о мастерской. Я собирался залатать пролом в стене. С другой стороны, инструменты нужны, чтобы расчистить арсенал. Расчистить? Разве тебе не сказали? Года два назад рухнула крыша. А там были отличные мечи. Нам бы пригодились. И не мешало бы замуровать те дыры. Иначе сада может быстро закончиться. Предлагаю замуровать дыры. Да, стену. Прежде всего надо заделать пролом в стене. Сомневаюсь, что мы успеем сделать что-то еще. Ну, все обсудили. Да. У нас мало времени, так что за работу. Подведем итоги. Йеннифер создает магический барьер и задерживает первый удар. Она тесняет всадников в лес. Ламберт и Геральт ждут в лесу. При помощи двумерита они закрывают порталы навигаторов, чтобы как можно меньше всадников проникло внутрь крепости. Трис ждет сигнала и по отмашке устраивает всадникам огненный ад. Остальные отражают натиск тех, кто все-таки проникнет за стены. Если что-то пойдет не так, мы оставляем внешний двор и отступаем в крепость. И самое главное, Цири не должна попасть в руки Иридина. Теперь посмотрим на план крепости и обсудим все в деталях. Так, так, так. Несколько часов спустя. У меня такое ощущение, будто мы упустили что-то важное. Не думай об этом. Что готово? Времени было мало, так что немного. Эликсиры. Спасибо за все. Гром у нас есть. Пойду оседлать коней, когда будешь готов ехать в лес. Отличная ласточка. Это надо положить сюда. Перрон. Перрон это хорошо, молнии жахать. Ух ты, пять штук. Так, подготовились в шесть боя. Что там в Цири? Цири. Есть минутка? Серьезный разговор. Им нужна ты. Что бы ни случилось, ты не должна рисковать. Предлагаешь мне сидеть и ждать, когда другие рискуют за меня жизнью? Хотя бы раз, просто послушай себя. Не делай ничего по-своему. Что хочется? Не надо ко мне относиться как к ребенку. Даже когда ты была маленькой, я не относился к тебе как к ребенку. Люблю, когда ты улыбаешься. Пойди сюда. Все будет хорошо. Ну, МГР, не твой папаша, я отвечаю. Чушь нанесите, пожалуйста. Сударый. Может, выложим лишнее? Да что у нас? Полное. Все в порядке у нас. Хоть кого-нибудь оставили бы с ней. Некого. Портки видны. Какой молодец. Тренируйся. Что это там? Обстул, что ли, чеший пункти? Да нет. Обстул-то наверху. Его не видно. А, ну может быть. Ага. Капуста. Капуста? Почти выгадал. Катапульта! Нет? Так. Кажется, началось. Махач. Движ. Вдень. Ставь. Вдень. 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 Ой, сейчас будет махач. Вдень. Да, ща будет мясо по-французски. Угу, у него руки красные. В таких перчатках отморозить руки можно, нафиг. Продолжение следует... Продолжение следует... Ого, вот это, конечно, большой купол. И не говори. Когда все кончится, скажу, Йеннифер, спасибо. Это заклинание просто нечто. А еще невидимость. Гонщие могут тебя учуять. К ним не приближайся. Сфоткай, сфоткай. Это сфоткай. Кстати, отличные вышли бомбы. Целься точно в портал. Не трать их попусту. Двимерита у меня больше нет. Я вам говорила, что Ирден тоже может закрывать порталы. Они уже здесь. Идем поздороваемся. Не спеши. Пока что лучше не высовываться. И дать Трис возможность проявить себя во всем блеске. Ирден. А он не нажимается. Можно забрать все. Что там от них фабрили? Ярд, ярд. Чуть ее включи. О, зелье какое-то. Что за зелье? Так. Ирден. Так, сфоткай. Собрались. Ну, у него еще один очень пристает. Как ты четвертый? Я бы кверх. Последний. Слава. Не последний. чет там кого зовешь иди это ты сам на сам глаз на глаз ну только нас двое следующий о чем остались видео вечера и нас когда бьют а еще когда используем майки я конечно берем разочек секундочку минуточку сделаю сделано вот эти главные яблоки перестраиваются видишь командира это им лирих я помню его по тем временам когда сам ездил с дикой охотой чего невидимость проходит ездил с дикой охоты поподробнее подписчики пожалуйста расскажите а то мы не в курсе что там смири гольд что там смири гольд ты куда попросили человеческим образом подожди ты должна была ждать внутри я не могу все время прятаться я должна с ними сразиться назад немедленно нет геральт подал сигнал от рис ничего не сделала лера давай к ней как ты быстро все принял так очень удачно хлеб падает маслом вниз так рывок вспышка и какая то щепуха так продолжим в следующей серии плывите ссылки в описании ставьте лайки на канал подпишитесь до свидания всем пока пока